Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей и сегодня мы будем читать 13 главу этой книги. Год был по воцарению Саула и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израилетян, 2000 были с Саулом в Мехмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Инофаном, Инофан — это сын Саула, в гибе Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. Здесь мы видим, что правление царя Саула продолжается, и хотя Саул — это был царь не по сердцу Господа, народ настоял на том, чтобы его поставили царем, и Господь проявляет заботу и о Сауле. Это очевидно, потому что Господь промышляет о всем творении. Но Саул не был царем по обетованию Божьему, потому что царственный дом, в понимании евреев того времени, это из дома Иуды, потому что этот дом имел пророческие обетования, что от патриарха Иуды произойдут цари. И мы знаем, что царь Давид, к истории которого мы приближаемся все быстрее и быстрее, и Господь наш Иисус Христос, царь царей, они из дома патриарха Иуды по плоти. Здесь мы видим, что Саул создает свою гвардию, и второй после него военный соправитель — это его сын Иннофан. Иннофан — это особый персонаж в Священном Писании, потому что Иннофан потом станет другом Давида. И их дружба будет такого качества, что они будут духовно расти и возвышаться. Сейчас, к сожалению, все наоборот. Худые сообщества развращают добрые дравы. И когда мы слышим, что наш ребенок там завелся каких-то новых друзей, мы всегда так с опаской на это реагируем. И мы читаем далее, там рассказывается о подвиге Иннофана, сына Саула. «И разбил Иннофан охранный отряд филистимский, который был в Гиве, и услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубою по всей стране, возглашая, да услышат евреи». Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. Итак, мы здесь прочитали в этом отрывке, что Иннофан разбил охранный отряд филистимлян, а Саул, по-своему, честолюбивый человек, он протрубил в трубу и как бы озвучил эту победу как свою собственную. И народ собирается к Саулу как к победителю этого охранного отряда. Вот это такое порочное состояние, когда один человек приписывает себе заслуги другого человека. Да, конечно, Иннофан — это сын Саула, но каждый человек все-таки должен отвечать за свои деяния, и тем более, если речь идет о заслугах человека, почему даже отец может присваивать заслуги сына, это не очень понятно. Но народ понял, что теперь они, евреи, стали ненавистны филистимлянам за то, что их охранный отряд был разбит. И теперь единственное, что им остается, это выступить на войну, иначе филистимляне обязательно отомстят. «И собрались филистимляне на войну против Израиля 30 тысяч колесниц и 6 тысяч колесниц, и народа множество, как песок, на берегу моря, и пришли и расположились Астаном в Мехмассе с восточной стороны Беф-Авена». Мы видим, что филистимляне не замедлили и сразу поспешили отомстить. «Израилетяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галатска». То есть страх великий сковал этих людей, хотя некоторые понимали, что альтернативы нет, чтобы им выжить, им надо сплотиться вокруг Саула. «Саул же находился еще в Галгалии, весь народ, бывший с ним, находился в страхе, и ждал он семь дней до срока, назначенного Самуилом». То есть пророк назначил определенное время, что его надо дождаться, когда он придет, и начать совершать службу. Это было испытание для царя Саула, и он не выдержал этого испытания, и после этого момента начинается падение царя Саула. Это очень трагический момент для этого правителя. «И ждал он, то есть царь Саул, семь дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него». Пророка нету, и Саул боится, что весь народ сейчас разбежится, и с кем он останется. «И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы, всесожжения, и для жертв мирных». Ему, конечно, надо было дождаться пророка. Пророк дал ему это послушание, дождаться его, и пророк сам совершит эти жертвы. Но человеческое нетерпение Саула, он не может ждать, люди начинают расходиться. Людей трудно собрать, особенно на войну. Тем более, что некоторые убежали там за Иордан, кто-то попрятался в пещерах, и сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы, всесожжения, и для жертв мирных. И вознес всесожжения. Вот это начало конца царя Саула. Как я вам часто говорю, со своих избранных, Господь спрашивает значительно струже, чем с обычных людей. Но едва кончил он возношение всесожжения, только кончил, вот приходит Самуил, пророк, и вышел Саул, царь, к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул проявил нетерпение. Он рассуждал чисто по-человечески, если люди начали расходиться, то с кем он пойдет на войну? Но, как говорится, послушание выше поста и молитвы. Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Мехмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не упросил Господа. Ну а как ты можешь выпрашивать Господа, если не через пророка? Поэтому надо было ждать, в любом случае, Самуила. Самуил представитель церковной власти, Ветхозаветной церкви, как в русском народе говорят, без Бога не до порога. И потому решился принести все сожжения, оправдывается Саул. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда». То есть, если бы он чуть-чуть подождал, еще немного подождал, вот тогда его дом Господь бы упрочил царями над еврейским народом навсегда. «Но теперь не устоять царстванию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему». Вот здесь пророчество идет о Давиде. «Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». То есть, Саул не оправдал тех надежд, которые были возложены на него. А давайте посмотрим, какие толкования есть на эти стихи. Прежде всего, «Блаженный Августин» — это его бессмертный труд о граде Божьем. Сейчас, кстати, переиздают творения Августина, сразу несколько издательств. Я рекомендую христианам покупать эти истолкования. Августин пишет, Августин толкует вот эти слова, «Худо поступил ты, теперь не устоять твоему царстванию». Эти слова не следует воспринимать в том смысле, что Господь не желал того, чтобы лично Саул царствовал вечно, а потом решил иначе по причине грехов Саула. Ибо Господу было известно, что Саул был склонен ко греху. Они, эти слова, означают лишь, что Господь уготовал для него такое царство, которое послужило бы прообразом царствия вечного. Отсюда и внесенные уточнения, но теперь не устоять царстванию твоему. Не в смысле теперь Бог как бы меняет отношение к тебе, Бог совершенно бесстрастен, но теперь как бы наступает то время, когда Господь поменяет всю эту ситуацию. В оправдание слова «навсегда» то царство, которое знаменовало собой царствование Саула, действительно продолжилось и будет длиться, но уже не для Саула. Ибо не самому ему единолично было уготовлено Господом царствовать вечно, не потомствуя его вслед за ним, а уготовал Господь царствие вечное тому царю, в лице которого грядет образ царствия вечного. То есть речь идет о Давиде. А Давиду будет сказано, что посаженный на твоем престоле будет вечно царствовать. Я спросил одного еврейского раввина, а как же сказано, что вечно будет потомок Давида на престоле. А ведь династия пресеклась. Сейчас кто в лидерах в еврейском народе? Он спросил, а как вы, христиане, понимаете это пророчество? Я ответил, мы буквально понимаем. Христос, как потомок Давида по плоти, царь царей, царство которого его церковь, этому царству нету конца, он выседает на небесах. А десной Бога отца. И давайте посмотрим, что пишет Иларий Пиктовийский. Он толкует слова, что поставит Бог над Израилем царя, который будет по сердцу Бога. Бог по сердцу Бога. Иларий Пиктовийский, это его трактаты на псалмы, пишет. «Евангельское учение было известно святому и благословенному Давиду, пророку. И хотя он жил под законом, жизнью плотской, он исполнял, насколько в нем было апостольские требования, а правды свидетельства, данные о нем Богом в словах «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иесеева». Он и врагов своих не преследует войною, и силой оружия не противостоит промышляющим против него, но по образу действий Господа, имя которого и кротость, которого он, Давид, прообразовал, он, когда его предают, молится, когда ему угрожают, поет псалмы, сталкиваясь с ненавистью, радуется, вот потому он оказался мужем по сердцу Бога. Действительно, по имени Господи царя Давида и всю кротость его, качества этого еврейского царя были вполне христианские. Он не жил по принципу око за око и зуб за зуб, как современный Израиль продолжает жить по этому принципу. Давид был христианином до Христа. Как пророк он как бы предвидел, что отношение к людям, оно изменится. И блаженный Августин, это его трактат «Восемь вопросов» к дульцитию пишет, «Ты спрашиваешь, почему же Господь, располагающий знанием будущего, все же говорит, нашел я мужа по сердцу моему и избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем, в то время, как столь согрешил сей человек». То есть у Давида тоже были проблемы. Отчего Господь так отозвался о Давиде, после того, как Саул был облечен Господом и был убит врагами, а Давид стал царем над Израилем. «Мы поймем лучше, приняв во внимание то, что Господу открыто знание будущего, и он, Господь, узрел в Давиде, истинное покаяние. Поэтому-то Господь и посчитал его среди тех, о ком сам сказал, блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства». Августин продолжает, «В таком случае, коль скоро Господь знал, что тот согрешит и смоет свои грехи святым смирением, опять помяни Господи царя Давида и всю кротость его, отчего ему было не сказать, нашел я мужа по сердцу моему. Он не собирался вменить греха тому, кто совершил столь много добрых дел и жил в великой святости, и через эту святость приносил в жертву свою духу, сокрушенную раскаянием за совершенные грехи». По всем этим причинам истинно сказано, нашел я мужа по сердцу моему Давида. «Ибо, разумеется, грехи Давида были не по сердцу Господу, но то, что Давид искупил свои грехи должным раскаянием, было по сердцу Господу». И лишь те деяния Давида не были по сердцу Господу, которые он, Господь, не вменил ему. Следовательно, коль скоро эти грехи уже были открыты и не вменились Давиду, то не остается ничего противопоставить славным словам Господа «Нашел я мужа по сердцу моему». Итак, Саул возглашает, но теперь не устоять царствованию твоему, то есть царствованию Саула, «Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И вот эти комментарии, которые мы с вами смотрели, святых отцов, это попытка осмыслить всю эту ситуацию. Да, грехи были у Саула, но у Давида-то тоже были грехи. Почему же вот Саул – это муж не по сердцу Господа, а Давид по сердцу Господу? Потому что, да, Давид падал, но упав, он всегда испытывал желание подняться. Помните, братья и сестры, «из глубины вазбах тебе, услышь мя Господи». Один покаянный 50-й псалом, который обнажает кающуюся душу царя Давида, вдохновляет миллионы и миллионы людей на протяжении почти трех тысяч лет переживать подобное покаяние. чтобы мы были по сердцу Господу, если не по своей жизни, то в самом своем покаянии, ибо Бог гордым противится, а смиренно дает благодать. «И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову. Оставшиеся люди пошли за Саулом навстречу неприятельскому ополчению, которое напало на них, когда они шли из Галгала в Гиву Вениаминову. А Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек». Кстати, по понятиям того времени надеяться на число людей – это грех, это вызов Богу. И в некоторых случаях перепись будет очень серьезно осуждаться Господом, когда люди надеются на собственное количество, а не на качество духовное. А Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек. Как я сказал уже после этого момента, когда он поспешил и совершил богослужение, не дождавшись пророка, он как бы по ступенькам все ниже, ниже и ниже. Саул с сыном своим Инофаном и людьми, находившимся при них, засели в гиве Вениаминовой. Ну, что значит засели? С одной стороны, им надо готовиться к обороне, а Септуагин-то уточняет – и плакали. И плакали. Филистимляне же стояли станом в Мехмасе и вышли из стана филистимского три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Орфе вокруг Суаль, другой отряд направился по дороге в Эфаронской, а третий направился по дороге к границе долины Цебаим, к пустыне. То есть перестимляне начинают прочесывать землю в трех основных направлениях. Кузнецов не было во всей земле Израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить, поэтому во время войны мих маской не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего Саула и Инофаном. А только нашлись они у Саула и у Инофана, сына его. И вышел передовой отряд филистимский к переправе мих маской. Мы видим, что они боялись филистимлян еще и по другой причине. У них не было оружия. Рецидив оккупационного режима, любого оккупационного режима, это разоружать местное население, оккупированное население. Например, в дореволюционной России любой человек мог пойти показать свои документы, купить себе винтовку, пистолет, ничего не возбранялось в принципе. А когда большевики пришли к власти, они сразу начали с разоружения населения, потому что они глубоко не доверяли собственному населению. Когда оккупационные немецкие власти приходили на территорию Советского Союза, они тоже начинали с того, что они разоружали население. У них тем более не было оснований доверять этому населению. Поэтому это рецидив оккупационного сознания разоружать местное население там, где осуществляется оккупация. Ужесточать законы хранения, ношения оружия. И вот в такой же ситуации был еврейский народ под филистимлянами. Им запрещено даже было иметь кузнецов. Вот такие санкции были со стороны филистимлян. И если крестьянин, который там, предположим, серпом жнет пшеницу, а у него зазубрины на серпе, он вынужден был идти к филистимским кузнецам, конечно, за какую-то плату. Ему там оттачивали эту зазубрину. И ни у кого не было никакого оружия. Они были разрушены. То есть совершенно беззащитные. Нашлось во всем народе только два меча. и один был у царя Саула, а другой у сына его Иенофана. Потому что было основание филистимлянам опасаться, что рано или поздно этот народ возбунтуется, он восстанет и будет требовать справедливости по отношению к себе. Существование в оккупационной зоне это беда. И хотя это земля, которую Бог дал Аврааму. И что интересно, когда мы читаем Писание на языке оригинала, там не говорится, чтобы Господь сказал, я дам тебе землю. Бог так не говорил Аврааму. Бог говорил Аврааму, я уже отдал тебе землю эту. Я уже твоим потомкам отдал эту землю. То есть действие Господа оно как бы свершается в тот момент, когда озвучивается. Потому что одно дело слова человека, а другое дело слова Бога. Но в этот момент они находились в оккупации. Я представляю себе, как в какой-нибудь белорусской деревне в 1942 году кто-то читает книгу царей и вот читают это место, где народ был совершенно разоружен, рецидив оккупационной власти делать людей беззащитными. Но филистимляне не учли одну очевидную истину. Господь есть щит наш, Господь есть крепость наша, а Слово Божие меч обоюда острый. Судьба филистимлян она уже была предрешена. Наступит время и великие подвиги совершит Иенофан, сын Саула, а главное сам Давид, муж, который по сердцу Господа. И когда мы ждем возрождения русского дома, мы должны понимать, есть мужи Божие в нашей земле, которые тоже по сердцу Господу, то есть Господь их одобряет, и если мы их не видим, это не значит, что их нет. Они могут появиться и проявить свою гражданскую религиозную позицию, и тогда мир и порядок, теократические принципы восторжествуют и в нашем русском доме. Редактор субтитров Редактор субтитров